Береста Он дает возможность не испортить материал И как бы для простоты работы Мы его используем То есть есть материал береста Так называемый В принципе накладывая Материал на Накладывая трафарет на материал Мы добиваемся четкого рисунка То есть у нас появляется возможность Экспериментировать, делать что-то подобное Но для начала освоив эту технологию Мы будем иметь представление Как работать с этим материалом То есть как я уже сказал Есть трафарет, есть материал То есть наложив трафарет Мы используем пару слов Инструмент определенный То есть главный инструмент у нас это пробойник То есть это с помощью Данного инструмента Пробиваются определенные отверстия Которые Есть уже на трафарете Мы их наносим на материал Берестяной Это значит у нас пробойник и молоток Ну для работы еще понадобятся ножницы Ну напильник и отвертка То есть это минимум того инструмента Который дает возможность сделать Красивое А зачастую и удобное Изделие Которое у нас используется в быту То есть первоначально мы наносим удары Через трафарет по материалу Удары наносятся легким движением Чтобы дать возможность рисунку Проявиться на материале Рисунок взяли мы не сложный Это один из элементов Аромашевского орнамента Подолопаевском То есть уральский орнамент Поэтому тем самым мы поддерживаем С одной стороны и промысел А с другой стороны уральские орнаменты Ну сам пробойник у меня Изготовлен как бы по личным чертежам Дает возможность очень Плодотворно и долго работать этим пробойником Ну пару слов хотелось бы сказать Про народный промысел Который у нас на Урале Это Нижний Тагил Это место бытования этого промысла Поэтому есть желание И сохранить хотя бы И материал как таковой И те изделия Которые делались в старину Изделия эти экологически чистые Очень приятные на ощупь Для продуктов они очень удобны Поэтому есть смысл освоить технологию Использовать их для изготовления тех или иных работ Ну я еще раз повторюсь Потому что это одно из главных условий Что трафарет дает возможность Защитить материал Дает возможность нанести рисунок Очень четко и красиво В принципе Можно Предварительно Если мы боимся портить материал Все работы делать на картоне То есть картон дает возможность И не испортить материал И четко нарисовать то что мы хотим увидеть Ну я думаю Молоток многие умеют держать Поэтому работа эта считается Не такой сложной И зачастую очень такой Быстрой я бы сказал Человек который пройдет Это он уже понимает Охота ему работать с этим материалом И не охота Его это дело или не его дело То есть в этом конечно Очень я считаю Интересы есть Почему я Два раза пробиваю отверстие Я еще раз повторюсь Материал Бывает Например Собранный в этом году Он конечно помягче А материал собранный Например Десять лет назад Конечно он уже более жесткий Он более подвержен Он более подвержен трещинам У меня же рисунок Он получается очень плотный То есть отверстия близко друг к другу Если материал уже подсох Не одного года То возможно сколы, трещины и так далее И рисунок будет нарушен То есть он нам не даст четкого рисунка То есть вот Буквально Несколько времени Вот видите Вот нанесенный рисунок И вот результат того Что у нас получилось То есть некоторые отверстия пробились Но Еще раз Мы сейчас Смочим горячей водой И после этого Как бы у нас уже Отверстия можно пробивать насквозь То есть вот Смочили горячей водой Материал стал более мягким И податливым И после этого Уже вторично По этим же отверстиям Которые не надо размечать Они уже на виду у нас Мы начинаем пробивать В принципе вот Пробивание получается Нужно ровно держать пробойник Молоток стараться ударять по центру А вытаскивать его С небольшим уклоном То есть когда мы наклоняем пробойник Он буквально сам выскакивает То есть все делается очень легко И доступно То есть мастер-класс используют Ну у меня и дети были И взрослые И те и другие С удовольствием это делают И у них все получается Еще не было случая Чтоб не получилось То есть вот готовые отверстия Они уже как бы Очертания рисунка У нас уже начинают появляться Рисунки очень разнообразные То есть практически Из этого элемента Можно составить Очень много рисунков В зависимости от формы изделия В зависимости от назначения Изделия То есть Получается у нас Не просто кусок бересты Согнутый в определенной Там по форме А украшенный Ну Я стараюсь все-таки Больше делать бытовые вещи Это сахарницы Солонки Хлебницы Поэтому то что у нас Находится на кухне Если оно будет украшено Красиво Я думаю Только выиграет Ну Данной работой занимаюсь уже давно Около 30 лет Добился определенных результатов И народный мастер России И мастер Свердловской области Но самое главное Я считаю То что получилось добиться Это в Нижнем Тагиле Единственное на Урале Открылся в этом году Музей бересты То есть Это случилось Я считаю Это очень большим достижением Потому что Появилась возможность Прийти Посмотреть Научиться И сохранить То что уже есть То есть У меня музей Где присутствуют работы Практически всех мастеров России И плюс Старинные работы То есть То что С чего начинался Бурачный промысел И это очень так Ощутимо И контраст виден Во-первых И очень интересно Еще расскажу Пробойник моей конструкции И он Самое главное преимущество его Он дает возможность Вот тот материал Те отверстия Которые мы пробили Они собрались вместе И после этого Мы их просто Вот таким образом Вываливаем То есть Они собираются В пробойники Они никуда не деваются Их в конечном случае Можно использовать куда-то То есть Вот результат Нашего орнамента С этой стороны Он вот такой С другой стороны Он белый То есть Опять же Выбор у нас Хотим вот эту сторону Сделаем лицевую Хотим вот эту сторону Все Основа у нас пробита После этого Уберутся полоски Полоски нарежены ножницами То есть По толщине Они и по размеру Практически Под то отверстие Которое у нас Пробойник Немножко их Затачиваем Чтобы они Для прилегания Ближе легли К основанию И вот Следующая уже Технология Будет показана Каким образом Мы это делаем То есть Вот кончик Вставляется Вот этот край Который у нас Заточен Вот он По дорожке Направляем его Вот мы его Повернули Прижали И после этого Уже начинаем Заплетать Вот таким образом То есть Что такое крестик Это Четыре отверстия Поэтому Полоской Мы отражаем То Будущий крестик Вот видите Технология Какая Кончик у нас Вышел То есть Ни клея Ничего нет И он сам Следующим шагом Прижал его Все Каждое Движение Мы плотно Прилегаем Его Полоска У меня Разогревается До состояния Когда вода Кипит Поэтому она Становится Очень мягкой Податливой В отличие От просто Полоски Которая Вот Она жесткая Она вот И ломается Очень Видите Как перегибается Когда она Мягкая Такого Не происходит И с ней Можно работать Очень удобно И как бы Вот она Видите Плотно Прилегающая То есть На этом Изделии Можно показать Технологию Работы с Берестой Трафаретная Береста Трафаретная Технология То есть Все операции Буквально На всех Изделиях Крупных Или мелких Они повторяются Освоив Эту технологию Мы уже Будем уверены Что мы Можем Замахнуться На более Серьезную Работу Вот сейчас Я вам показал Как кончик Прижимается Сейчас еще Одна будет Операция Которая Полоски разные Бывают Подлинее Кое-где Их надо Сращивать В зависимости От работы Вот сейчас Посмотрим Как это Будет Получаться Стараюсь Как бы Исключить Клей Вообще То есть Он не должен Здесь присутствовать Раз материал Экологически чистый То значит И работа Должна быть Экологически чистая То есть Вот у нас Не хватит Мы пройдем Немножко Другим путем Тут вот То есть Вот Мы заводим То есть У нас Вот здесь Полоски Не хватает Ее Мы дальше Идем И следующие То есть Мы ее Как бы Наращиваем Но у нас Остается Два кончика Вот этих Сейчас я покажу Как я их прячу То есть Все Вот мы дошли До конца Сейчас пойдет Уже крестик Сам по себе То есть Вот образуется Крестик Вот он Уже появился Крестик Здесь у нас Два кончика Которыми Нужно спрятать Вот мы их прячем Вот я их спрятал Вот видите Как Все И точно так же Я придавливаю Все То есть Исключили клей Убрали все Лишнее И у нас Получился И с этой стороны Нормальный крестик И тем более С этой стороны То есть Вот дальше Мы продолжаем Ну конечно Многие знают Есть вышивание Крестиком У меня Плетение Крестиком Плетение Крестиком По бересте То есть Тот же самый Уральский Орнамент Да и любой Орнамент У нас Везде Орнаменты Есть И все Они вышиваются Крестиком То есть Вот готовый Крестик Материал Очень разнообразный То есть Попадаются Два рядом стоящие Дерево Попадаются И красные И бурые И желтые И белые Поэтому Я этот материал Откладываю Который Очень контрастный Вот сейчас Вы посмотрите То есть Можно например Рисунок Обогатить Тем что Мы Поэкспериментируем И сделаем Другой цвет Но это все То же самое Это береста То есть Ничего Другого То есть Все присутствует Только натуральное И только Естественное Все То есть Вот Сейчас покажу Как заканчивается Крестик То есть Фактически Вот эти Дорожки Из крестиков Всего три операции Которые надо освоить И в принципе Можно Уже Делать Более серьезные Работы Обязательно Плотно Прижимаем И после того Как это еще Изделие высохнет Оно еще Натягивается И оно становится Еще плотнее То есть Вот мы дошли С того места С чего начинали Буквально Вот Эту петельку Мы приподняли Кончик Вставили И затянули Все Прижали Все Закончено Вот Вот наша дорожка Из крестиков И сейчас Я вам покажу Другой цвет И вы просто Поймете Что вот Есть интерес В этом И изделие Совсем другим Будет Насыщенным Вот она Красная полоска То есть Это та же самая Береста Ничего такого И вот Мы так же Вставляем Так же Пальчики все Работают Подправляем Все И пошли На крестик То есть Вот у нас И вот она Вот она Видите как Раз И прижала Ее Конечно Очень здорово Что с открытием Музея У людей Появилась Возможность Посмотреть Первый Третий Пятый Классы Они Очень удивлены Что есть Такой материал Береста Даже на Урале Они увидели Сам материал Они увидели Работы Что можно Из этого сделать Поэтому Мне это Очень отрадно И очень радует Что все-таки Любое хорошее дело Должны быть продолжатели А продолжатели В первую очередь Это дети Поэтому Будем надеяться У кого-то Сердечко Ёкнет И Придут ученики Я готов делиться Готов всему научить Рассказать Поэтому Конечно Это здорово То есть Вот еще Один из моментов Вот он Закончился Рисунок Продолжается Точно так же Подняли Заправили И завели Туда Все Следующий кусочек Берем И наращиваем То есть У нас Вот видите Вот он зажался Следующий Сюда пойдет Вот Вот он Его состояние Он пружинит То есть Это дает возможность Что когда материал высыхает Он натягивается И рисунок Получается ровным То есть Вот у нас Место Где у нас Прервалось Мы сюда Вставляем Продолжение Полоски Сейчас я заправлю То есть Вот оно Зашло Мы его затолкали Вот что интересно Работают все пальцы Все Все 10 Все в работе То есть Вот оно Видите Вот все Прижали мы его Все Дальше оно пошло Все Поднатянули Прижали И следующий шаг Вот оно Видите как Раз Вот пальчики Все работают пальчики И сюда идем Вот они Вот она Дорожка Желтая Дорожка Красная Выскочила Приставим Все И здесь Точно так же Вот видите Петелька Наша И мы заправляем Вот она Все Вот она Осталось буквально Немножко То есть Эту же красную Можно пустить На цветочек Который у нас По центру Вот Вот видите Материал Очень податливый И если его Периодически Разогревать И смачивать То получается Ну я считаю Очень легкая Работа Доступная Для ребенка И для взрослого Вариантов Орнамента Очень много Поэтому Выбираем Какой-то Определенный Смотрим его На конкретном Изделии Если есть желание Дополнить Или обогатить То уже Начинаем Экспериментировать То есть Видите Вот она Вот она Наша Резеточка Вот она уже То есть Вот она Получилась Лишнее Обрезаем Ну вот Осталось Два крестика Сейчас Закончим Их В принципе Безотходная Производство Что есть Даже Вот Небольшой Кусочек Мы его Тоже Можем Использовать То есть Опять Мы его Заправляем Пальчик Видите Пальчик Он работает Просто Раз Все А этот Сюда Все Точно Так же Придавили И прижали Видите Раз Развернули Подправили И заправили Подняли Вот так А сюда Желтенький Можно А можно И красненький Нет Малым Давайте Желтенький Экспериментировать Так Экспериментировать Ну Режу Дужницами На глаз Просто Видно Полоски Разные Бывают И Четыре И пять И два Миллиметра Никаких Приспособлений Нет То есть Как бы Все Доходчиво Все Понятно Минимум Приспособлений Потому что Инструмента Должно быть Минимум Доступный Инструмент Должен быть Ну Пробойник Конечно Моей формы Поэтому Если есть желание Расскажу Покажу И чертежи Подарю Ну Вот Практически Мы Заканчиваем То есть Последний Штрешок Вот У нас Получилась Вот такая Работа То есть Еще раз Скажу Вот Из этих Элементов Состоят Все Крупные Изделия Тема Уральский Орнамент Технология Трафаретная То есть Последующая Операция Само Изделие Распаривается Прижимается И В результате Получается Вот Подобное Изделие То есть Эта Рамка Можно Использовать И как Сувенирную И как Учебную Она Дает Возможность Посмотреть Все Операции Технологию И результат Того Что Человек Сделает На Мастер Классе То есть Есть Более Серьезная То есть Тема Орнаментов Тоже Разнообразная И тоже Вот Возможность Посмотреть Потрогать Очень Растребовано При Участии В мероприятиях Для Слабовидящих То есть Это все Можно Потрогать Это все Можно Почувствовать То есть Это очень Замечательные Материалы Замечательные Работы И Конечный Результат То есть Этот рисунок Уже Это то изделие Которое у нас И в быту И дома Стоит И Я думаю Оно будет И радовать И своим Видом И назначением Ну Сегодня Мы попробовали Одну из технологий Работы с материалом Это Трафаретная Работа с материалом И Результат Этой Работы Это вот Те самые Изделия Я считаю Которые можно Оформить По этой технологии То есть Технология Простая Как вы поняли Очень Интересная Поэтому Буду рад Показать Рассказать И научить То есть Вот эти изделия Которые будут Присутствовать У нас на кухне Я думаю Они порадуют И хозяйку И любого человека И тем более Экологически чистый материал Я буду очень рад Вас научить Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры